Вот у нас есть вопрос по теме, знаете, воссоединения детей и родителей. Вот человек говорит, значит, могу ли я претендовать на... Или говорит, есть ли другая возможность претендовать на миграционную визу после 10 лет ожидания, если родитель отказал в офидевите о поддержке женатому сыну за 4 месяца до интервью? Могу получить офидевит от постороннего гражданина США, если что? Да, вы можете получить... Такие случаи, к сожалению, бывают. К сожалению, иногда собственные родственники не хотят или не могут предоставить офидевита в сапорь. В таком случае вы можете попросить кого-то знакомого или знакомого-знакомого, абсолютно чужого человека, проживающего в любом штате, в любом из 50 штатов. Не обязательно, чтобы они жили там, где вы будете жить или где живет ваш родитель. Все, что требуется от этого чужого человека, это предоставить определенную информацию, свою финансовую, подтверждение своего статуса и так далее, и подписать бумаги. Этот человек должен иметь или грин-карт, или гражданство. И иметь или постоянную работу, или иметь определенную сумму денег на счету. А вот, например, если кто-то говорит, в случае, если там Вася Пупкин приедет по соединению с родителем, я готов ему предоставить работу, вот мой джоп-оффер, там, кондишенал, там, на его импломент, как бы ассоризейшн, и вот ему там 70 тысяч зарплаты. Вот такое можно? Нет, нельзя. К сожалению, есть очень такое узкое правило, которое говорит о том, что тот, кто вызывает вас на воссоединение, то есть в данном случае родитель, подписывает офидевитов суппорт в любом случае. То есть родитель не может его не подписать, он должен его подписать, но если он не хочет предоставить свой доход, тогда мы добавляем второго джоент-спонсора, который или имеет доход определенный, или имеет деньги на счету. Но мы не можем работодателям заменить это правило. То есть это тогда уже говорим о рабочей эмиграции, о рабочем месте. То есть, к сожалению, там только должен быть кто-то индивидуал, не работодатель. А на практике, вот допустим, какой-то индивидуал, добрый человек, дает офидевитов саппорт. Из добрых побуждений. Тот ему говорит, да ты не волнуйся, я с первого дня работать пойду, там это чисто формальное дело. И вдруг, бах, там что-нибудь приключилось. И оказался он на Велфере, или там, допустим, на 200 тысяч его налечили, где-нибудь у него страховки не было, там и так далее. Действительно ли за этим человеком пойдут, как бы, да, деньги собирать, или как? Смотрите, обычно предупреждают, за что отвечает спонсор, то есть, что ему грозит. Грозит то, что, может быть, потребует возвратить обратно пособие финансовое, которое получил тот, на которого подписывали офидевитов саппорт. Обычно за медицину никогда не просят деньги возвращать обратно. И если происходит такая ситуация, что человек, на которого вы подписали офидевитов саппорт, начинает как-то себя как бы не сдержанно вести, или абсолютно, ну, как бы, начинает нарушать законы, или начинает непредсказуемо какие-то вещи делать, то спонсор может в таком случае отписаться и отказаться от спонсорства. То есть, можно написать письмо, что я, у меня поменялись обстоятельства, я не могу дальше продолжать быть спонсором. Тогда не будет претензий к этому спонсору. Но в практике еще ни с одного спонсора не требовали выплатить обратно медицинские какие-то бенефиры. Но за вэлфер могут? За вэлфер могут, но, если честно, в практике люди налево и направо нарушают это правило и никого не наказывают. Хотя всегда мы предупреждаем, чтобы люди были осторожны, потому что запрет есть, что нельзя получать эту помощь. Как вот нанимать нелегалов? Все нанимают, но как бы... Ну, за нелегалов больше наказывают, потому что часто такие рейдс происходят иммиграционные, когда иммиграционная служба может прийти, обычно это в более крупные предприятия приходят и проверяют легальность документов сотрудников. И в таком случае в основном страдает работодатель, а не люди, которые нелегально работали. Очень часто именно штрафуют очень сильно работодателя, потому что работодатель решает, кого нанимать. Я верующий человек, пятидесятник, пишет нам человек. Возможно ли получить политическое убежище по религии, если нет документальных доказательств ущемления моих прав? То есть у меня такое ощущение, что какие-то... То есть что-то с ним происходит, но документальных нет. Преследование, как верующего? Смотрите, ну, желательно, конечно, говорить индивидуально с вами, кто спрашивает этот вопрос, потому что есть такое правило последнее какое-то количество лет, что вы должны хотя бы попробовать получить доказательства. Но в практике есть люди, которые получают статус беженца, причем даже с первой попытки без апелляции, без единого документального доказательства. Чисто просто ваша история. Поэтому шанс получить статус без доказательств есть. Но иногда, смотрите, если нет никаких справок, всегда можно какие-то доказательства достать. Например, какие-то письма, заверенные нотариусом от кого-то, кто может подтвердить то, что происходило с вами. Я живу в Украине, но работаю по контракту в Польше. Повлияет ли то, что если я получу временный вид на жительство в Польше, видимо, он хоть думает получить, не получить, на то, если я буду подавать на политическое убежище в США. И на этот момент оно будет просроченное. А также, если этот документ будет действительным. То есть у него есть вид на жительство просроченный или действительный. Вот влияет ли это на его способность получить политическое убежище. Сам этот факт, естественно, отражается негативно на шансах получить политическое убежище. Поэтому, если у вас будет просроченный вид на жительство в Польше, без возможности восстановления или продления этого вида на жительство, тогда это не будет проблемой. Хотя вопросы будут задаваться на эту тему. И нужно просто правильно подготовиться, чтобы на них ответить и как бы отбиться от этой темы. Если у вас будет действующий вид на жительство, это тоже не стопроцентный стоп. Но просто тогда нужно будет доказать, почему вы не можете жить безопасно и в своей стране, и в Польше. То есть у вас будет как бы двойная задача объяснить. И иногда это можно сделать. В зависимости от того, по какой категории вы подаете документы. У нас на самом деле много было вопросов с разных сторон, из разных стран. О нежелании служить в армии, как причине для политического убежища. Допустим, из России они говорят, не хочу оказаться в Крыму, Донбассе, Сирии. Другие говорят, с Украины, например, молодняк посылают в зону антитеррористической операции, люди кибнут. Это может противоречить политическим каким-то убеждениям этих людей. Но всё-таки служба в армии как повод для... Призыв как повод для политического убежища. Служба в армии как один из аргументов, очень сильный аргумент, почему вы боитесь или не хотите вернуться в свою страну. Например, если вы по религиозным соображениям не можете идти служить в армию, потому что вы не можете держать оружие. Если по политическим своим каким-то соображениям, по своим политическим взглядам, тогда нужно показать какую-то активность, допустим, в оппозиции, что против служения в армии. Если это, например, по состоянию здоровья, вы боитесь, что вас как-то будут притеснять, издеваться над вами, допустим, у вас какая-то есть инвалидность, связанная или физическая, или какая-то умственная, как бы психологическая инвалидность, и вы боитесь за то, как с вами будут обращаться в армии, тогда у вас сильнее шанс использовать этот аргумент. Если это единственный аргумент, и больше ничего другого нет, то можно пробовать подавать только с этим аргументом на статус беженца, хотя шанс отказа большой. Это будет легальный аргумент, то есть это не будет аффективным заявлением на статус беженца, который просто не примут, но это будет слабым само по себе. Хорошо, а если вот такой умозрительный вариант, вот его призвали в армию, он не возражал, но он служит человек в армии, и вдруг ему говорят, вот ты завтра там отправляешься в зону вот такого-то конфликта, и он как бы категорически не хочет вот в этом конфликте участвовать вот с этой стороны, он считает, что это несправедливое какое-то действие, это противоречит его политическим убеждениям, он, может быть, не участвовал в замастовках и демонстрациях, но вот он, будучи, скажем, на службе, вот взял и дезертировал, грубо говоря, и говорит, вот не хочу. Вот ему дадут? Это усиливает его позицию? Это усиливает его позицию, но все равно нужно смотреть на все остальные другие факторы в общем, чтобы доказать... Смотрите, подача на статус беженца это очень ограничено категориями, по которым можно просить статус беженца. И просто потому, что человеку плохо в стране, или там идет война, или его заставляют нелегально какие-то вещи делать или не делать, оно само по себе не дает возможность получить статус беженца. Поэтому нужно как бы общие факторы, общая ситуация конкретно этого человека. Поэтому нежелание или не, допустим, возможность служить в армии само по себе может быть очень слабым аргументом. Если ничего другого нет, то можно все равно с этим подавать. Просто нужно тогда... Гипотетически. Вот, допустим, мусульманин из Татарстана. Оказывается, в армии его посылают, ну, я не знаю, в Чечню, или там Дагестан, какой-то вот мусульманский регион, где он должен фактически с оружием в руках выступать против других мусульман. И он как-то вот ему вера... Ну, вот он не может поднять руку там на еиноверца. Это убедительная штука или это все равно как-то так вот? Вот это пример того, о чем я начала говорить, что если ваш аргумент... То есть это, в принципе, то же самое, что вы спросили, только повернуто чуть-чуть по-другому, да? Если ваше объяснение того, что вы не можете служить в армии, это потому что вы как мусульмане не можете служить... То есть вас как бы заставляют служить в армии с теми, кто не мусульмане против кого-то, тогда вы будете делать уклон на религиозное преследование, одно из примеров которых считается вот то, что вы не хотите или не можете служить в армии с, допустим, крестьянами. Так. Так.